Николай Носов. Ступеньки. Однажды Петя возвращался из детского сада. В этот день он научился считать до десяти. Дошел он до своего дома, а его младшая сестра Валя уже дожидается у ворот. — А я уже считать умею, — похвастался Петя. В детском саду научился. — Вот смотри, как я сейчас все ступеньки на лестнице сосчитаю. Стали они подниматься по лестнице, а Петя громко ступеньки считает. Одна, две, три, четыре, пять. — Ну, чего же ты остановился? — спрашивает Валя. — Погоди, я забыл, какая дальше ступенька. Я сейчас вспомню. — Ну, вспоминай, — говорит Валя. Стояли они на лестнице, стояли. Петя говорит. — Нет, я так не могу вспомнить. Ну-ка, лучше начнем сначала. Сошли они с лестницы вниз. Стали снова вверх подниматься. — Одна, — говорит Петя. — Две, три, четыре, пять. И снова остановился. — Опять забыл? — спрашивает Валя. — Забыл! Как же это! Только я помнил и вдруг забыл. Ну-ка, еще попробуем. Спустились с лестницы, и Петя начал сначала. — Одна, две, три, четыре, пять. — Может быть, двадцать пять? — спрашивает Валя. — Да нет, только думать мешаешь. — Вот видишь, из-за тебя забыл. Придется опять сначала. — Не хочу я сначала, — говорит Валя. — Что это такое? То вверх, то вниз, то вверх, то вниз. У меня уже ноги болят. — Не хочешь — не надо, — ответил Петя. — А я не пойду дальше, пока не вспомню. Валя пошла домой и говорит маме. — Мама, там Петя на лестнице ступеньки считает. Одна, две, три, четыре, пять. А дальше не помнит. — А дальше шесть, — сказала мама. Валя побежал обратно к лестнице, а Петя все ступеньки считает. Одна, две, три, четыре, пять. — Шесть, — шепчет Валя. — Шесть, шесть. Шесть обрадовался Петя и пошел дальше. Семь, восемь, девять, десять. Хорошо, что лестница кончилась. А то бы он так и не дошел до дому, потому что научился только до десяти считать.